Сегодня у нас тема, посвященная самому, наверное, неблагодарному вопросу, это насколько человек заслуживает свободы. И каким образом эта тема была представлена в американской философии. В принципе, мы можем говорить и о современном конструкте этих представлений, хотя ссылаться я буду на авторов, которые свои труды оставили в начале 20-го столетия. Это Уолтур Леймэн и Джон Дьюри. Дело в том, что на философском горизонте не слишком часто появляются такие апгрейды, обновления, поэтому те идеи, которые были активированы полвека или век даже назад, они и сейчас до сих пор работают. Мы планировали эту лекцию, дискуссию сделать с моим коллегой, партнером Дмитрием Колечниковым. Он прибавил, к сожалению, поэтому я вам предлагаю тоже активно включаться в диалог, чтобы у нас была на самом деле какая-то дискуссионная форма. Для начала, у американской философии чем она отличается от континентальной? Она формировалась примерно с 18-го столетия, со времен войны за независимость, когда американцы начали свою identity каким-то образом обозначать. Ну и если европейская континентальная философия была завязана на таком медитативном, медифизическом углублении человека, личности, философа, свой внутренний мир, в какие-то медифизические измерения, то американская философия формировалась в эпоху, когда на историческую арену приходят уже не какие-то великие личности, а народы, массы. Американская философия формировалась в эпоху возникновения демократии. И, соответственно, все те моменты, которые у Европы обозначались, в Америке приобретают формат общественного значения. Американская философия, прежде всего, социальная философия. К ней можно применить известную такую фразу, что принадлежит она, не помню точно никому, кажется, Хабрамасу, европейскому, германскому усилителю 20-го века, что человеческий рационализм имеет социальные основания. То есть наша способность размышлять развивается ровно в той мир, в которой мы способны активно, интенсивно общаться друг с другом. В этом, безусловно, есть смысл. Например, когда в конце XVII столетия в Америке возникают первые такие философские или оконофилософские тексты, они связаны с именами отцов-основателей Америки, того же Томаса Джефферсона, в принципе, они исходят из неких общих установок английской, французской философской школы, они исходят из установок Томаса Хоббса, Джона Лока, Жан-Жака Руссо, но американцы предают вот этим отвлеченным концепциям очень практичный смысл. Недаром, что Америка является прародиной такого очень интересного живого философского направления, как прагматизм. Ну, к нашей теме. Свобода. Концепция свободы в американской философии. Человек не существует вне того сообщества, в котором он живет. Вот основной тезис. С этим можно спорить, что человек имеет еще и какие-то внутренние, онтогенетические основания, что личность противостоит как общество, так и государство. Да, это тоже есть, но вот американцы берут за основания то, что человек формируется общественной средой. И он формируется как свободный человек, не в какой-то абстрактной свободе, а в своей политической свободе, прежде всего. Своей воле воздействовать, влиять на власть. Человек свободен настолько, насколько он является субъектом власти. То есть, получается, это как-то струйте практически, то есть, если мне что-то не нравится, я могу свернуть власть с оружием в руках, да, то есть, Конституция, как-то не наружу. Ну, один из моментов, да. Там не так, как прямо вы процитировали, там сказано, что каждый народ имеет право на вооруженное восстание. И вот эта свобода, она имеет несколько источников своего оформления. В первую очередь, конечно, это избирательное право. До середины 19-го столетия, или в некоторых штатах до начала 20-го столетия, это избирательное право, если исключительно у мужского населения, затем оно распространяется на женщин, и через выбор, через выбор власти человек, в принципе, реализует свое право на эту власть, свою причастность к управлению целым обществом, целым миром. Второй источник того, как человек, как люди влияют на власть, он связан, ну, так же, как и 3-е и 4-е, эти источники связаны с когнитивным, информационным контекстом. Это пресса, средства массовой информации. В первую очередь, начиная с середины 19-го столетия, это гиперпопулярность газет. Ну, газеты возникают как жанр с 17-го столетия в Европе, но именно в 19-е веке они обретают прямо эффект мощнейшего воздействия на все институты общества. Люди, которые черпают информацию из прессы, формируют таким образом свое мнение, которое потом они выражают в своих выборах. Третий источник уже 20-й век, 20-е годы – радио. Это мощнейшая структура, которая во многом информирует народ и население, так же, как тоже много она его и дезинформирует. Радио – это мощнейший источник как просвещения, так и манипуляции. Газеты не дезинформировали? В газетах тоже можно услышать? Да, газеты тоже. Но радио несравнимо с масштабами. Для того, чтобы вы прочитали какую-то статью, вам нужно предпринять некое действие. Радио идет в фоно. Затем, с 50-х годов, 20-го века – телевидение. Телевидение также становится фоновым источником воздействия на человека. И телевидение формирует представление о том, каков мир, что в нем делать, и какое место человек в этом мире может занимать. Ну и уже наше время, примерно в 2010-х годах, на арену выходит уличный интернет, который постепенно вытесняет телевидение, можно сказать, уже вытеснил. И интернет становится тем окном, через которое человек узнает границы своей свободы, своей власти и вообще черпает свою идентификацию. Теперь главный вопрос, что с этим всем, вот такому отдельно взятому индивиду делать? Что делать человеку, как ему не утерять свою свободу, реализовать свою свободу, когда на него обрушивается такое огромное количество различных интерпретаций, различных концептов, дающих довольно противоположные образы мира? И вот здесь мы подходим к двум версиям, которые представлены, с одной стороны, Уолтером Лейкманом, с другой стороны, Джоном Дьюри. Уолтер Лейкман, его годы активной деятельности приходится на начало 20-го столетия. Это философ, закончивший Гарвардский университет, но затем, как довольно многие американские мыслители, ушедшие из кафедры профессора, ну, в такую вот полевую общественную практику. Он стал журналистом, он стал активным социологом, ну, периодически уединялся, замыкался в своем доме и писал книги. У него довольно много интереснейших текстов. Уолтер Лейкман полагает, что человеку реализовать свою свободу в принципе не нужно. Человек этой свободой не годится. Человеку ему она к черту просто не нужна. Лейкман это довольно ярко выраженный представитель такого платонического типа философствования. Ну, о платоне вы кое-что знаете и наверняка помните его известную метафору о пещере. Вот эта метафора о пещере, о пещере о дожителях, она будет таким фонным контекстом проходить через нашу сегодняшнюю встречу, к ней будет реалически возвращаться. коротко я напомню эту историю. Мир это пещера по той причине, что ни у кого из нас нет отчетливого представления о том, что такое этот мир. Мы, скорее всего, имеем дело с некими смутными отблесками, отражениями. Мы довольно далеки от источника истинного света, от источника познания. Мы довольствуемся мнениями, эмоциями, какими-то стереотипами, среди которых нам время уготовило родиться. Но довольно редко мы начинаем сами искать эту истину, пробиваться к ней и чем более жертвовать для того, чтобы эту истину найти. Таково положение человека в мире. Он узник, житель этой пещеры, причем не особо стремящийся из нее выйти. По платоовской истории источник света находится, понятно, вне пещеры, выход из нее, оттуда добивают слабые лучи света до дна, ну и как-то среди этих слабых лучей жители ориентируются. Находится человек, который все-таки задает вопрос, откуда берутся эти немногочисленные лучи света, откуда берутся эти тени, где источник начинает идти туда к выходу. Находит выход, попадает на поверхность, видит, что насколько все вообще потрясающе по-другому. Но поскольку он привык к темноте, к сумеркам, его глаза не привыкли к свету, он довольно плохо все различает, но тем менее восторг переполняет его. Он спешит вернуться обратно к своим согражданам, рассказателям, что ребята, вы какую хренью здесь занимаетесь, вон там настоящая реальность, там настоящие вещи, а не какие-то их жалкие подобия, которые мы видеть и не воспринимаем. Он спускается вниз, но поскольку он уже побывал на свету, на ноге. Он спускается, напекается на своих сограждан, в состепу, падает, путает элементарные вещи, понятия вызывают смех. Ему говорят, что ты совсем сошел с ума, когда вернулся из какого-то своего фантастического путешествия. И ты нас зовешь туда, где какое-то безумие судит по тебе. Тем и менее философ продолжает рассказывать о настоящем настоящем. света по выходе начинает свать людей. В конце концов, он им надоедает, они полагают, что он стал уже слишком опасным, что он подрывает основу их привычной общественной жизни и его казня. Здесь Платон воплодил судьбу своего учителя Сократа, которого казнило народное собрание за распрощение нравов и умов юношества, как был вынесен вердикт Сократа. 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 Большинство людей это просто неинтересно и ненужно. Зачем мы будем проявлять такую негуманность, такое насилие в отношении желания людей просто неплохо пожить на своем веку? Зачем рассложнять существование? Гораздо более адекватным будет обеспечить этим вечерным жителям поставку качественных иллюзий, качественных теней, качественных отбликов, которые давали бы им стабильную identity, идентичность, давали бы им чувство удовлетворенности и позволяли бы им довольно безбедно проживать свой век. Людям не нужна истина, людям нужно счастье. Кстати, тоже один из пунктов американской дефолиации независимости каждый человек имеет право на счастье. Не на истина, но на счастье. Это довольно оригинальное прочтение истории о пещере, которую Литвин предлагает. Дело в том, что традиционно все мыслители воспринимали платонский миф о пещере как некую миссию по просвещению народа, миссию философа, который должен, несмотря на все тяготы опасности попытаться самой даже своей жизни или своей свободы показать людям направление, по крайней мере, направление, где они могут увидеть нечто подлинное, освободить людей этой глюзии. Литвин предлагает не освобождать. По сути, здесь вот эта история мне напомнила известный микро-роман в одном большом гигантском романе Федора Михайловича Достовецкого «Братья Карамазовы». Я не веду легенду Великий Инквизитор, где Великий Инквизитор такой умудренный старец от церкви разговаривает с явившимся неожиданно в 17-16 веке Иисусом Христом. И он говорит, что «Ты, Христос, пришел воззвать к людям, позвать их к свободе, к иному царству, но спроси, надо ли им это? Им нужны совершенно другие вещи. Им нужно, свободно кормили, им нужна гарантия того, что они не умыли с голоду, им нужен авторитет, потому что они очень неопределенны в том, кто они такие и что им в этом мире делать. Им нужна власть над ними, которая даст им представление, куда им идти, зачем и на сколько шагов. И в-третьих, этим людям нужно чудо, нужна какая-то радость для их довольно скудных эмоций, чувств, им нужны источники вдохновения. Ибо внутри себя они эти источники вдохновения почти не умеют находить. И мы инквизитору даем все это, мы даем людям гарантию какое-то внимальное распределение благ, мы даем им авторитет, мы даем им чудо, даем им повод верить, надеяться. Люди счастливы, а ты пришел для того, чтобы сделать их несчастливыми, ты как будто бы не любишь людей. Ну, такая претензия у инквизитора к богу. В принципе, Ультер Литман в каком-то смысле повторяет эти тезисы инквизитора. Он говорит о том, что люди, в принципе, мало способны на то, чтобы совершать какие-то осознанные поступки, осознанные выборы. Человек это существо очень подверженное сменам настроения. Человек это существо по определению свои калюсные, существо, которое очень редко может свое представление наполнить таким качеством, как, допустим, сострадание или учитывать не только свой собственный или семейный узкий интерес, но и интерес всего общества. Каждый человек это атом, и он свою атомарность всеми средствами пытается укрепить. Ну, так устроен мир де-факто, считает Литман. Когда люди собираются вместе, если мы говорим о обществе, то это общество совершенно не являет собой некую идеальную благородную надстройку, на которую, как на источник демократии, стоит операция. Общество это источник скорее усиленных тех не очень приятных качеств, которыми обладает каждый человек по отдельности. Здесь Уолтер Литман совершенно не одинок в характеристики общественного состояния человечества. Как вы знаете, был такой крупнейший, действительно и огромное влияние оставивший на 20-21 век французский специолог-философ Густав Литман с его знаменитой работой «Психология народов и массы». Густав Литман говорил, что люди, когда собираются вместе в толпу, они перестают размышлять. Решение, принятое большим количеством умных людей, ничем не отличается от решения, которое принимает такое же количество людей глупых, совсем не умных. Люди заменяют в толпе сознательную личность бессознательно. Они чувствуют драйв от анонимной силы, которая дает им их стрияние. И самое главное, они не способны из себя ничего породить. Толпа бесплодна. Толпа ждет гипнотизера, который внушит этой толпе что ей делать, что ей чувствовать, в каком направлении смотреть. Внимание толпы всегда ориентировано вовне, где найти источник для вдохновения. Ултер Литман в принципе повторяет идеи, на свой манер повторяет идеи просто волейбона и говорит о том, что задача нормального, развитого, демократического общества в том, чтобы элиты, осознающие такое плачевное положение человека в мире, давали этим людям какие-то достойные источники для вдохновения, чтобы они наполняли внимание людей, гипнотизировали это внимание, таким образом, чтобы люди большого количества были максимально довольны. Ну, вот несколько цитат из Олтера Литмана, которые, думаю, вам покажутся интересными. классные совершенные высказывания, по-моему, работающие на 100%. Даже самые демократичные выборы не сделают из тоталитарной страны демократическую. Ваше мнение на сей счет. Если сознание людей ориентировано на получение какого-то гипноза, то сколько не освобождает их людей, они все равно будут искать то, что их загипнотизируют. Они все равно будут искать себе вожака. Это 20-й век уже, 19-й еще. Это 20-й век. Олтера Литмана это начало 20-го века. 20-е, 30-е, 40-е годы, когда он был первым. Еще одна стата, тоже работающая на, мне кажется, 100%. Если многие люди думают одинаково, значит, особенно никто и не думает. Когда мы пользуемся стереотипами в нашем мышлении, это действительно совершенно не требует того, что называется работой працио, работой нашего сознания. Пользуемся стереотипами для него достаточно некой волевой убедительности и еще некоторой эмоциональной подпетки. Размышления нет, оно даже вредно. Для того, чтобы транслировать какую-то истину, совершенно не нужно более того, очень вредно в этой истине сомневаться, включать критический анализ, главное фунтское мышление, начинать сравнивать ее с другими истинами. Нет, это должно быть все отключено. В этом плане прекрасно понимали процесс многие известные церковные деятели, которые говорили о том, что разум это первый враг, вермь. Разум необходимо гнать от себя подальше, если ты хочешь сохранить чистоту отношений с Богом и с церковью. Разум начинает задавать неудобные вопросы. Ну вот, Липа наоборот уже и говорит. Дальше интересная цитата тоже по поводу того, как работает механизм вот этого гипноза подушения. Самые тонкие и распространенные механизмы воздействия те, что создают и поддерживают репертуар стереотипов. Нам рассказывают о мире до того, как мы его увидели. И если уровень нашего образования не позволит осознать эти предубеждения, то именно они нами и будут править. Стереотипы это, ну, знаешь, что такое стереотипа. Это некие по умолчаниях находящиеся в контесте нашего мирового восприятия ковышах истины или правды, утверждения. Но люди воспринимают именно как правды, как истины. И по большей части не подвергают их никакому сомнению. Таких стереотипов огромное количество. Они имеют как такой универсальный общечеловеческий конструкт, так и культурно-эмоциональные особенности, временные особенности, связанные с историей конкретного народа, конкретной культуры. Ну, будет время мы поговорим о том, какие стереотипы, допустим, характерны для российского общества, которые не позволяют человеку мыслить, которые задают ему однозначное направление и без альтернативы. Дальше. Мы еще вернемся к высказываниям Олдера Липпана. Пока несколько слов о том, каким образом следует правильно поставлять иллюзии для людей, каким образом следует приручать человеческую свободу. О культуре у тебя можно сказать. У Липпана, как у Густава Липпана, мнение о человеке не самое лестное. Он полагает, что если людям предоставить свободу в таком чистом виде, то это будет очень много пилы, очень много хаоса и очень мало смысла. В этом плане он скорее сторонник концепции Томаса Гокса о том, что если люди живут вне страха, со стороны какой-то власти, то их жизнь превращается в принцип «бэллум омния контра омни». Война всех против всех. источника выделяют лейбан по тому, каким образом надо всем этим делом управлять. В первую очередь СМИ, конечно же, средства по массовой информации и обык, они должны транслировать, они должны поставлять в правильный июзи. Но вообще у американцев, которые шли по следам Уолтера, Лейпена, довольно много интересных выражений, касающихся средств массовой информации и собственной оценки демократии. Допустим, есть такое расхожее выражение «Людям надо показывать демократическое кино, им надо показывать фильм о том, что они реально что-то решают, что у них есть возможности влияния на этот мир, что они действительно выбирают этого политика, политик действительно выражает их интерес. Им нужно постоянно об этом говорить, и это будет вызывать, будет активировать в человеке самое приятное, пожалуй, для него чувство, чувство гордости, чувство гордости, что он действительно власть в этой стране, что он это выбрал, он к этому причастен. Не знаю, правда это или нет, но в свое время приписывали Чингисхану такую поговорку «Сделай людей гордыми, это сделает ты глупыми, и ты будешь править как хочешь». В принципе, универсальная такая поговорка. «Средства массовой информации». Затем на втором месте интеллектуалы, интеллигенция. Это те люди, которые отвечают за создание этих демократических людей, за создание вот этого кино, которое показывают зрителям. Если вернуться к Платону, приводит к Платону, к Платону, которая протестует против этого, это куда это действие? Безусловно, есть протестующие, но Липпан говорит в данном случае о той системе, которая должна в неком идеальном варианте работать. «Столунарская интеллигенция сразу с протестом в некоторых могут возникать, что интеллигенция мыслящая против процесса». Мыслящая интеллигенция в любом обществе и в российском, американском любом. Она всегда критически воспринимает такие истории. Но, заметьте, с другой стороны, мы делаем часто ставку на интеллигенцию как на такую спасительницу от тоталитаризма, от погружения во мрак, в идеологию. Смотрите, что произошло в России в эпоху Великой Октябрьской революции. Куда пошло огромное количество интеллигентов. Чем оно вдохновилось? Оно вдохновилось советской властью, оно вдохновилось идеей перестройки тотального трансформирования этого мира, этого общества. И мыслители, и художники, и музыканты, что в Советском Союзе не было гениальных мыслителей, писателей, музыкантов были, конечно. Почему они все не умерли от тоски по свободе? Почему им нравилось вот это все дело? Потому что у интеллигента есть такая черта, он в силу того, что черпает свое вдохновение из разума, он очень любит идеальные разумные конструкции, идеальные интеллектуальные построения. Во всякой тоталитарной идеологии есть такие построения. И всякая тоталитарная идеология, она очень соблазнительна для человека интеллектуального, потому что она дает ему возможность сделать какое-то движение, какие-то шаги в сторону к идеальному воплощению, что наконец-то мир идей приблизится к миру жалкой материи. Очень многие были искушены, даже очень искушенные люди. Например, Мартин Хайдегер в 30-е годы Германии поддерживал правительство Адольфа Гитлера и националистическую партию. Можно очень много перечислять представителей интеллигенции, которые пошли на этот сговор с Дьявом. Я имею ввиду не те, которые просто продали статья, которые из собственных убеждений пошли. В этом плане интеллигенция это не конечно скажем так не тот бастион, который безусловно всегда останется чистым критическим превалиционным классом. третья сила про которую Ольтер Гитлером говорит это менеджеры, это управляющие, это собственно говоря политики, это те люди, которые за которых голосуют. Это сенаторы, депутаты жены парламента, в нашем случае депутаты Госдумы, местные думы, неважно, президенты. это управленцы, это менеджеры, которые реализуют в жизни те идеи, те истории, которые создают интеллектуал, которые создают интеллигенция. Ну а с ним соответственно отвечает за то, чтобы активно реализовать в сознании и подсознании людей авторитет этих менеджеров и несомненность мудрости этих интеллектуалов. Вот три основы, три базы, на которых держится мир вот такой демократии по критериям Олтера Липа. Как вы полагаете, вот эта модель, она в принципе соответствует человеческой природе? Не важно, там в Америке идет речь России, где угодно. люди на самом деле лучше всего вот какой-то такой вариант будут воспринимать? или нет? В целом так, это был, да, конечно, риторический вопрос, потому что простого, прямого ответа здесь не может быть. вопрос, который в общем-то каждый из нас к себе должен обратить, насколько мы сами, каждый из нас сам, насколько процент состоит из того, кто нуждается в гипнозе и из того, кто не нуждается в гипнозе. Ну, в целом, схема довольно интересная и красиво прописанная. но вот в этом направлении еще из Литмана пару цитат сейчас найду. Да, вот интересная очень про выборы, про демократическое голосование и демократическое предисцитарное общество. Без достаточных оснований допускается, что мнение людей, как избирателей, можно понимать как самоображение народа, он сплошую букву пишет народа, как исторической общественности. Ключевая проблема современной демократии в том, что это допущение ложно. Избиратели не имеют права утверждать, что их интересы совпадают с общественным интересом. Большинство избирателей это не народ. Как бы вы прокомментировали? Как бы вы это прокомментировали? Но я к концу процесса еще раз почитаю. Избиратели не имеют права утверждать, что их интересы совпадают с общественным интересом. Большинство избирателей это не народ. Обычное осуждение всех платонников существует идея народа и оно совсем не совпадает с какими-то там избирателями. Есть идея государства и это тоже совсем не те люди которые его населяют. Есть как вы считаете за этим работе рациональное зерно? Мы можем говорить о каких-то умозрительных сущностях главное не пытаться наделять их реальности. да ну с другой стороны посмотрите ведь большинство которые собираются проголосовать за тот или иной проект но очень во-первых изменчиво в своих вкусах интересах желаниях а во-вторых оно очень управляемо очень манипулируемо если мы допустим что мнение большинства людей действительно это глаз народа глаз божий то тогда мы придем в ужас от того какой неидеальный этот божий глаз может это не божий глаз это результат игры сыграны по правилам да таким образом мы переходим к выводу что голос народа мнение народа это мнение которое возникли как эффект от манипуляций соответственно можно ли говорить что общественный интерес исторического народа есть прямое следствие простых манипуляций которые здесь и сейчас делаются с этим либо он полагает что надо различать эти вещи он зачем-то считает что общественный интерес существует да 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 ну смотрите и дальше судит о том каким он должен быть да это конечно идеальная конструкция это правда как и большинство ценностей большинство вещей которые нам помогают ориентироваться в мире это идеальные увоззрительные вещи но с другой стороны посмотрите мы ведь говорим допустим о том что Пушкин это народный поэт что в Пушкине воплотилось все величие языка русского народа что мы здесь имеем ввиду естественно не то что Пушкин имеет какую-то причастность ну 90% народа его эпохи это совершенно неграмотные крепостные крестьяне не этот народ имеется не большинство имеется видимо какая-то внутренняя потенция которая может быть сама себя еще не знает и которая благодаря Пушкину прорвалась откуда-то из совершенно непонятных источников из каких-то архе когда мы говорим о том что такое общественный интерес ну действительно Ликман предлагает хороший повод по размыслить может быть действительно не стоит этот общественный интерес привязывать к тому чего люди хотят сейчас и здесь люди мелочные люди корыстные люди управляемые люди падки на эмоции если мы будем иметь ввиду некий общественный интерес как что-то долгоиграющее какую-то ценность ну наверное лучше не на большинство здесь ориентироваться Ликман предлагает ориентироваться на мнение экспертов интеллектуалы и менеджеры эксперты он вообще полагает что поскольку большинство людей не способно принимать здравые решения эти решения должны оставаться за профессионалами за теми кто благодаря своей ответственности своей интеллектуальной зрелости и свободе своего мышления действительно может мыслить масштабно по сути демократия у Литмана это своего рода как же этот термин кажется меритократия да власть лучших власть некой продвинутой интеллектуальной элиты ценностные качества ценности да это есть ценности да 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 и вот по мнению литмана как раз к трансляции их тому чтобы на толк удерживать ценности большинство людей не способны для этого нужна последовательность ответственность и логика свойства не очень характерны для такого среднестатистического человека в этом плане вот и говорит я о том что воля большинства мало что значит ну по крайней мере очень интересно действительно когда сегодняшние политики говорят о том что ссылаясь на выбор народа то что это же большинство народов проголосовало за этого президента за этого мэра за предстоящие поправки конституции и так далее и так далее но я говорю предстоящие что значит это и есть вот настоящая историческая правда значит это и есть момент истины ну по утру либо но это никакая к черту не истина это просто плоды манипуляции над вечно заблуждающимися людьми которые слабы и мало отрезка ну как мысль интересных размышлений есть у меня еще цитаты не быть надежда тоже плохо это наверное тоже человек будет еще да ну не говоря про вот этот лагерь скажем так демократического кино говоря про полюс на котором свобода человека есть поле для игры для манипуляции еще пару имен я упомяну помимо Уолтера Литмана которые с ним связаны и можно сказать это одна такая очень интересная команда Эдвард Бернейс незнакомое имя это я отец основатель того что мы называем пиар пиар public relations время жизни годы жизни тоже примерно такие же как Уолтера Литмана то есть активация 20-30 годы оказывала очень активное воздействие на формирование американской идеологии американской мечты но он в отличие от Литмана практик практик который применял вот эти вот все методы создания демократического кино на коммерческий манер скажем так Бернейс это тот кто очень хорошо способствовал переходу не только американского в принципе любого капиталистического общества с позицией общества производства благ на общество употребления благ самое важное в развитом рыночном обществе самое важное для рынка это не то чтобы клиент был доволен нет это как раз очень плохо важно чтобы клиент всегда желал еще чего-то чтобы клиент был всегда недоволен это раскрутка бесконечной жажды обновления жажды приобретения а через это обновление приобретения человек обретает то что для него является с рождения самой главной задачи самой главной неразрешимой проблемы он обретает identity идентичность он на какое-то время может отвечать на вопрос кто он такой он тот кто курит вот эти сигареты или не курит никакие сигареты тот кто ходит в этот спортзал или ездит на такой машине работает на такой работе и так далее но вот Эдвард Бернейс приложил к этому очень много усилий чтобы человек ассоциировал идентифицировал себя именно с каким-то таким вот потребительским образом мы есть то что мы едим мы есть то на чем мы ездим мы есть то где мы работаем мы есть то что на нас одет но он проявлял здесь великолепную изобретательность он был прекрасным психологом кстати он из семьи родственник Зейбунда Фрейда сам астриец по происхождению астрийский иудей поэтому его способность к такому очень тонкому психоаналитическому анализу неудивительно ну допустим пару примеров забавных касательно рекламы среди женщин ему сделали заказ в 20-е годы что в сигаретной компании потому что женщины стесняются курить на людях можно ли с этим что-то сделать чтобы естественно выросли продажи сигарет Эдвард кидает запрос своим родственникам племянников Фрейда в Австрию все они вместе думают и приходят к выводу что сигарет это фаллический символ для женщины особенно и надо подать эту сигарету так чтобы женщина чувствовала как она компенсирует этой сигаретной отсутствия своего у себя фалоса чтобы она почувствовала свою свободу от какой-то ну в общем-то вторичной помощи в австрии на обществе гендерной роли сигарета это путь женщины к новому фроническому имиджу ну и в итоге курение стало ассоциироваться со свободой мальва страна свободных людей Эдвард Бернис выпустил 10 известных американских актрис на какой-то серьезной правительственной церемонии которые изящно прошли с сигаретами публично закурили после чего в прессе разгорели споры но запрет был нарушен если эти великолепные дамы курят и демонстрировали тем самым свою независимость то начинается целая история ну и второй пример вторая история когда он получил заказ на улучшение в продаж теста которое практически уже было готово к использованию оно называлось рецепт называлось просто добавить воды и все и тесто тут же было готово для того чтобы какие-то домашние выпечки делать но в какой-то момент домохозяйки совершенно перестали раскупать в маркетах вот это почти готовое тесто за него взялся профессионал он изучил вопросы и понял что женщина не чувствует себя реализованной когда ей говорят просто добавь воды в миле здесь нет никакого креатива она не чувствует что она приложила какую-то творческую энергию к изготовлению этого пирожка поэтому он рекомендовал изменить состав продукции и добавлять туда еще яйцо добавить воды и яйцо но добавить яйцо это не просто воде налить это какой-то уже немного более творческий акт и продукт стал раскупаться моментально все женщина добавляя яйцо она уже чувствовала что в принципе да это ее кулинарная заслуга вот этот пирожок она уже здесь полностью раскрыла свой талант ну вот такие примеры ну у него очень много и более скажем так жестких кровавых даже историй с ним с его именем связаны свое время по заказу одной компанией фруктовой компанией из американской африканской республики из Гватемалы он практически инициирует государственный переворот в этой стране смещение генералами президента для того чтобы Гватемала была улапински настроена к тому чтобы там продвигался крупный бизнес этих американских корпораций ну вообще вот Бернис собственно на практике просто продолжает идею Олтера Липмана ну рисует такую картину где политика политические убеждения и коммерция рынок бизнес они стали чем-то совершенно идентичным если мы говорим что общество живет по принципам потребления по принципам реализации своих пожеланий то очевидно что наиболее активной элитарной всеследающей силой этого общества будет кто будут те кто эти желания производит и кто их удовлетворяет кто производит желания и товары которые эти желания потом в которых эти желания находят свою реализацию соответственно промышленники владельцы корпораций от производства кроссовок до микрософта там все что угодно они настоящие идеологи этого мира именно эти люди есть те кто задает ценностное поле а кто еще вот пожалуйста конкретные примеры вы хотите почувствовать свою значимость вы хотите подчеркнуть свою уникальность вы хотите почувствовать какую-то глубокую сторону своей натуры для этого огромное количество предлагаемых вам вариантов и те кто предлагает эти варианты разве они не должны стоять на место тех самых мудрецов философов которые у Платона в его идеальном государстве задавали всем остальным жителям правильные ценности и правильный ритм ну а какой еще вариант как вы думаете тут проблема в чем этот вот театр теней отлично работает когда есть некий один источник света и он под контролем но по мере распространения средств массовой информации и в частности после появления интернета источников света стало много каждый может открыть свой собственный канальчик и показывать там свой собственный театр теней получается равномерное серое освещение на стенах ни хрена не понятно люди оказываются в расстеливности и вся эта стройная концепция просто перестает работать доступность тоже глобализация та же самая вещь замечательная идея проплатить каким-нибудь артистам пусть они споют что мы не видим других кандидатов они почему-то ржут просто у нас нету всех каналов да вы знаете у меня тоже надежда на то что интернет спасет этот мир благодаря своей много юзерности много пользователей в структуре с другой стороны я сейчас прочитаю одну цитату на эту тему из Эрварда Бернейса каким образом формируется мнение людей и есть ли нам призон действительно делать серьезную ставку на то что вот эти индивиды они не поют одну и ту же песню просто на разные манеры у миллионов людей набор штампов одинаков и если на эти миллионы воздействовать одним и тем же стимулом отклик будет одинаковым но здесь о чем речь что человеческая природа проще чем мы обычно себе представляем инстинкты эмоции какие-то удовольствия нашего ид нашего эго это все очень универсально если найти какие-то подходы для того чтобы это все активировать то почему бы действительно не создать какое-то универсальное общество ну по сути дела такой потребительский фашизм по сути дела и люди универсаль что то о чем вы сказали да это очень классное напоминание о том что действительно всем не удастся в должной мере получить вот эти блага от удовольствий раздаваемых потреблением из задачи кого-то тем тут соответственно мы оба что Hause ну к скажем Всего за этим чувством стоит у нас довольно понятное, опять же, за чувством несправедливости. Стоит просто зависть. Просто факт, что тебе не досталось. Если бы тебе досталось, возможно, ты не был бы сторонником вот этой вот борьбы за правду. Хотя с другой стороны, но показывает нам вся история революционных и освободительных движений, во главе этих движений всегда стояли те, кому всегда было что есть и было что одеть. Стоялась всегда элита обеспеченная. Ну, интеллигенции или какие-то дворянские слои, разночинские слои. Но, скажем так, здесь вопрос не в зависти. Поэтому, да, такой непростой вопрос. Ну и, развивая эту же самую идею с показом какого-то спроецированного изображения, опять-таки, в силу того, что прогресс не стоит на месте, нет сейчас нужды набивать всех людей в один кинотеатр, в один зал и показывать всем одно кино. Открываем мультиплексно. Там, 10 залов. Хочешь, покупая билет на этот сеанс, хочешь на этот. В результате все довольны, у каждого своя собственная удобная иллюзия, такие вот контрактные юрисдикции. Да, да, да. Нет нужды уживаться всем в рамках одной картины мира. Да, вы же отвечаете. Да, я могу просто сказать, что, в принципе, люди, которые считали, что можно объективно выстроить все возможные стимулы, чтобы на людей одинаково управлять, такие были. Просто каждый раз такие проекты чем-то не удавались, что-то просчитывалось, и потом говорили, ой, самолет первый раз не полетел. Так что всегда почему-то оказывается, что что-то-то было не просчитано. В мире, где мы, который мы сейчас описываем, в мире, построенном на такой фабрике грез на создании иллюзий, совершенно не обязательно выстраивать какую-то центральную линию. Но вот если в 30-е и 40-е годы и Олтер, Липман и потом Бернес, они все-таки были еще апологетами какой-то централизации, то затем, уже в 80-е и 70-е годы, приходит другая эпоха. Еще один представитель этой американской школы иллюзий, американского демократического кино, это Джозеф Най. Очень интересная фигура, очень влиятельная, он живой до сих пор. Создатель такого понятия, как soft power, мягкая сила, гибкая сила или мягкая власть, так по-разному переводят. Принцип примерно так звучит у него. Если ты хочешь, чтобы люди сделали так, как тебе нужно, сделай так, чтобы они стали думать, чтобы они сами стали думать так, как тебе нужно, чтобы они думали. Не навязывай, не проявляй свою волю, вообще оставайся в тени. Сделай так, чтобы люди подумали, что это их собственное решение, это их собственное желание. Вот на этом базируется soft power, мягкая власть. Сделай так, чтобы большинство людей действительно никак себя не отделяло от того контекста, в котором они живут. И чтобы у них даже подозрения не возникло о том, что это кто-то им навязал. В этом плане еще одна небольшая ссылка на Эдварда Бернейса. Тактика и стратегия его политики пиара, ну или пропаганда. Изначально называлось у него искусство пропаганда, но после того, как в третьем рейхе Геббис это словечко активно задействовал, стало неудобно, неприличным. Вообще слово пропаганда где-то применять, назвали пиаром. Комментируя события, пиар обращается к штампам толпы, к проверенным стимулам и дает людям желанную ими реакцию, эмоцию. Ну то есть, о чем речь? Мы всегда должны держать руку на кольце того, что хотят вокруг нас люди. Мы должны всегда поддерживать их ожидания. Ну как вот аналогия у Фредериха Ницше, так говорил Заратустра, когда Заратустра спускается с горы, ему встречается мудрец и спрашивает Заратустра, куда ты идешь? На что ему отвечает отчаянник? Я преисполнился своей мудростью и светом. Я иду дать это людям. А что мудрец смеялся и советовому сказал голубец? Ты идешь делать то, чего никому не нужно. Сделай по-другому. Возьми то, что они уже несут и неси вместе с ними. Так ты получишь ее благодарность. Но не давая им ничего того, чего не знают они. Примерно на этом речи. Ну, это тактический такой способ. А вот стратегические стратегии пиара в том, чтобы формировать штампы внутри людей через повторение. Возникает эффект поколения, когда привыкший к определенному типу идеи человек не меняет их уже никогда. Ну, тоже известная отсылка к французскому философу правовому парту, который говорил о том, что власть утверждает себя в повторениях. Если вы постоянно из разных источников, разными словами, примерно одну и ту же историю будете рассказывать людям, в конце концов, эти люди заботы про источники, в которых они это слышали. Они будут полагать, что это на самом деле так и есть по умолчанию. У людей вообще довольно много проблем с тем, чтобы цитировать источники, откуда они что-то взяли, какую-то информацию. Где-то что-то прочитали. Узнав что-то, мы довольно часто полагаем, что, если особенно есть источник авторитетный для нас, мы полагаем, что это, в общем, так и есть. И даже не важно, где я это прочел, но это же правда. Вот эта вот несомненность и эксплуатирует пиар. А достигается эта несомненность? Ну, правда, очень просто. Если ты постоянно слышишь, что это правда, в конце концов, ты будешь считать, что это правда. И все. Давлено тупо, но эффективно. Делевидение – это доказательство, да? Делевидение… Ну, вы знаете, тут на самом деле практика – это очень древняя. У монахов всех конфессий, у буддийских, у христианских, одним из важнейших таких практических методов было повторение мандры или молитвы. Многотысячное повторение. И вот в результате этого повторения монах настраивался только на одну волну, которая ему нужна была. На волну вот этого просветления, и все, весь остальной мир пропадал для него. Ну, по сути, пиар работает по принципу вот таких, можно сказать, монастырских методик. Повторяя одну и ту же мантуру, для общества власть, информационная власть добивается того, что общество на самом деле приходит к единомыслию. И это не такое уж большое и достижение. Ну, в общем, кто здесь помнит Советский Союз, кто прожил при Советском Союзе, те помнят, естественно, о том, что большинство мировоззренческих вопросов просто было совершенно по умолчанию необсуждаемо. Не вызывало никаких сомнений в том, что Советский Союз – это некая колыбель городских народов, что Ленин – это великий вождь-освободитель, что Великая Октябрьская революция – это высший акт гуманизма. Ну, и так далее. Много таких вещей, которые постоянно повторялись, и вопросов они просто не вызывали. Другое дело, когда началась перестройка, началась работа сознания, началась работа разума. Пошли вопросы, пошли сомнения. Ваши вопросы? Так эти философы, про которые вы сейчас рассказали, они как бы так обслуживают систему, да? Ну, в общем, да. С другой стороны, они не просто обслуживают, они ее и создали. Даже так, да? Ну, да. Или это такой взаимообразный процесс? Мне кажется, что любая политическая и социальная система сначала возникает в головах у отвлеченных мыслителей, в концепциях у философов, у историков, у писателей, у режиссеров. А потом, она уже спустя несколько десятилетий начинает реализоваться жизнь, ну, естественно, со своими отклонениями. А вот предшественники, ну, Тора, там, Джефферсон, более-таки, туда погружены. Как они, эти философы? Слушайте, ну, это отдельная тогда ваша тема будет. Очень интересная, конечно. Но, естественно, не только в американской, в любой философской картине мира человек никогда не был чем-то, ну, однозначно исчисляемым. Ну, вот я вам привел только один вариант, как воспринимаю человека с позиции с такой, с позиции демократического кино, что человек – это существо, которое не способно к свободе. Ну, поскольку время еще у нас немного осталось, то сейчас поговорим о обратной стороне, которая представлена другим участникам этого спора – Олтер Литман и Джон Дьюи. Один из таких отцов-основателей американского прагматизма, ну, вообще, коротко, в чем суть прагматизма, в том, что человек, познающий себя или мир, он должен ориентироваться не на некие неизменные абстрактные принципы этого познания, а на собственные гипотетические допущения и на тот опыт, который из этих гипотез следует. То есть, ну, система прагматизма – это максимально свободная от предубеждений система познания мира, которая предполагает относиться к истинам, неважно, к моральным истинам, к научным, религиозным, философским, не как к чему-то завершенному, а как к некому процессу, как к многоточию. Да, на данный момент это, нам кажется, последней истиной, за которой ничего больше не видно. Но давайте будем учитывать то, что никто не знает, каким образом, в какую сторону пойдет дальше наш исследующий мир, ум, наша воля, наше чувство, что откроет для себя. Поэтому не будем ставить точку, поставим на ноготочие и не будем говорить, что это есть это. Да, для нас это так, но всегда будем открыты для того, что там что-то еще. Это суть прагматизма. Коротко, если это Джон Дьюи. Тоже выделяется три основания для настоящей реализации свободы, для того, чтобы человеческое существование, демократию делать не школой и иллюзией, а чем-то напоминающим какую-то подлинность, какую-то аутентичность. Три источника формирования свободного мышления. Первое, это, ну, здесь, опять же, много вопросов будет, адекватная информация, вот так это называют. Адекватная информация, это, значит, факт освобожденный от интерпретации. Ведь, ну, по большей части, я думаю, что процентов 90, наверное, всех тех факторов, которые мы с вами схватываем, то количество, которое мы схватываем, оно уже поступает к нам в режиме подачи с точки зрения того или другого контекста. Мы чаще всего имеем дело не с каким-то свидетельством о том, что нечто произошло, а с готовой оценкой, с готовым суждением, где это либо восхваляется, либо осуждается, либо предлагается впасть в шок от этого, либо что-то еще. Ну, особенно в эпоху интернета это стало очень круто. Интернет вообще очень способствовал тому, чтобы знание превращалось в совершенно такую манипулятивную и контекстную модель, которая напрямую вот воздействует на сознание и подсознание. По мнению Джона Дьюи, мы должны уметь вытаскивать фактическое зерно из вот этих вот контекстов, не поддаваться на соблазн сразу же получить вместе с фактом готовую его оценку. Убирая эти оценки, ну, к примеру, вот, допустим, таким образом можно это делать. Ну, вот, есть некое свидетельство того, что, допустим, Советский Союз был, ну, оплотан братской дружбой народа. Ну, в самом этом утверждении уже есть оценка, вы видите, да, что это некая положительная зерно. С другой стороны, другая подача. Советский Союз – это тюрьма народов. Это тоталитарная система, которая подчинила пути национального и регионального развития единой тоталитарной партийной дисциплине. Другая оценка, противоположная. Что нам делать с ними? Каким образом можно зайти вот в эту середину и получить факт, что такое Советский Союз? Непросто, да? Довольно непросто. Но свободное мышление, получение информации – это вообще очень непростое занятие. Получение информации, получение фактов – это очень такая, ну, кропотевая иногда, иногда интуитивная, иногда очень веселая, творческая, но это работа по освобождению этих фактов от зависимости, от контекста. Ну, очень часто подается информация так, что мы заранее уже должны как-то получить статус этой информации, ее оценку. Этого нужно избегать. Второй пункт, который Джон Дью рекомендует. Человек, который хочет пользоваться своей свободой, должен уметь самостоятельно оценивать вещи. Ну, это продолжение первого тезиса. Ты не пользуешься полученными, готовыми оценками. Кстати, видите разницу от Уолтера? Лигман, он предлагает закидывать в общество то, что этому обществу наибольшим образом подойдет, то, что ему нравится. Он усиливает те иллюзии, которыми люди уже живут. Но эти иллюзии гранируются в повторении. Джон Дьюи предлагает здесь процесс противоположный. Он предлагает такую практику разгрома, развенчивания иллюзий. Что такое оценивать? Ну, как вы считаете, что такое оценивать информацию? Насколько она правдила в соответствии этой действительности? Пропускать через опыт, через анализ своей жизни, но и своей информации. И как она соответствует тем событиям, которые на данный момент есть. Да, очень важно, вот Джон Дьюи рекомендует, очень по-особенному подойти к своему понятию оценки. Оценка – это не постановка штампа, что это круто или не круто. Это винный или лузер. Черный или белый. Нет. Когда мы нечто оцениваем, мы, скажем так, определяем стоимость каждого из, допустим, ну, какой-то вещи есть два полиса. Что Советский Союз, к примеру, был великой интернациональной братской державой, и Советский Союз был империей зла. Что такое оценить это суждение? Это значит рассмотреть то, что он являлся частично, в каком-то смысле, братской такой, ну, семьей народа. Ну, в общем, да. А чем за это люди платили? И мы смотрим, чем за это платили. Отсутствие свободы слова, полной управляемости из центра, ну, и так далее. Портократии, развалом экономики, ну, и так далее, и так далее. С другой стороны, мы берем второй полис. Советский Союз – это тюрьма человека, это тоталитарный и безжалостный режим. Да, мы соглашаемся, смотрим, какая цена, ну, скажем так, что за это покупалось? За это покупалось чувство действительно уникальной солидарности советских людей. За это покупалось чувство некой, ну, можно сказать, такой детской веры в какое-то светлое будущее, что в нашу циничную эпоху довольно редко и довольно ценно. Ну, и вообще, у советского человека, безусловно, были какие-то очень привлекательные черты, которые он получал вместо своей свободы, вместо своего самоопределения. Оценивать – это значит, что, это здесь означает понимать, скажем так, ну, попросту говоря, плюсы и минусы. Понимать, чем мы платим за то, что обретаем это, и чем мы будем платить за то, что мы не приобретем. Допустим, мы откажемся от этого приобретения. Примерно так. Ну, вообще, по-моему, это можно назвать просто таким хорошим, здоровым анализом. Анализом ситуации. Но здесь вот очень важный момент, что оценка – это не постановка какого-то штампа, хорошо или плохо, нет. Оценка – это оценивание, это процесс. Процесс, который, в принципе, с многоточием идет. Ну, и третий момент, который Джон Дью предлагает, он связан с формой реализации, со свободной формой реализации наших представлений, наших знаний о себе, о мире. Как бы вы назвали эту форму? Форма, в которой мы приходим к какому-то, может быть, консенсусу или, наоборот, нисходимся во мнениях. Картина мира может быть достаточно статичной и тоталитарной. Нет, не картина мира. Это на мудрость похоже. Нет, не мудрость, наоборот. Дискуты, дискуссия, дебаты. Только через дискуссию, через дебаты люди могут надеяться, что они не создадут себе какого-то тотального кумира, который будет закрывать для них весь горизонт. Благодаря дискуссии люди выносят в открытое пространство довольно сложные вопросы, сложные вещи. И у них есть шанс шагнуть за пределы собственного представления, которое всегда будет ограничено. Познакомиться с каким-то еще вариантом. По большому счету, Джон Дьюи предлагает вернуться к сократической философии, потому что главный метод Сократа – это метод дискуссии, вот такой спора. Вспомните, кто читал «Платонские диалоги», Сократ постоянно ничего не утверждает. Спрашивает, провоцирует, прикалывается. Сократ не доигравает невозможно. Возможно. С другой стороны, сам метод, сократический метод, ведь мы можем допустить, что Сократ… В своих диалогах не узнает ничего нового. Сократ. Мне кажется, что Сократ начинает этот разговор, он сам не знает, почему он придет. Он сам находится в поиске. Этим он отличается от Софиста. Софисты уже имеют четкую цель – привести собеседнику к какому-то парадоксу. А Сократ, он этот парадокс изначально не закрывает каким-то конкретным выводом. Парадокс сохраняется всю дорогу. Он для самого Сократа является чем-то удивительным. В этом плане отличается настоящий честный философ от того мудреца, который хочет удивить окружающий мир своими знаниями. По концепту Джона Дьюи, главное средство того, чтобы мы не впали в тот или иной вид тоталитаризма, какой-то неизбежной, неизменной истины – это наше способное дискутировать друг с другом. Пока общество будет дискуссионным, тогда есть шанс, что мы сможем как-то все-таки надеяться на то, что наша свобода – это некая вполне себе выносимая премия и вполне себе реальная вещь, что мы, люди, все-таки способны двигаться к выходу из пещеры. Переговариваясь друг с другом, споря не идеальным образом, но тем не менее. Ну, примерно так. Ваши вопросы или комментарии? А вот никак есть такой коржибский, это не как с ним? Вот это Дьюи. Я не помню. Ну, семантика. Язык прим. Где допускается. Не по мне. Хотелось бы поинтересоваться, концепция Дьюи, она получила какое-то воплощение в политической практике? Дальнейшее философское развитие этого года? Конечно, конечно. То, что Дьюи предлагает, ну, по сути, это вопрос и сейчас не закрытый. Да, можно сказать, что политика сейчас в большинстве стран мира, и в России, тем более, и в Америке, и в Горде, она идет по формату Олтера Литмана. Вот, я пойду. Конечно. Ну, то, что, ну, гадалки не ходи, как говорят. А как тогда противостоять? Вот даже дискуссии то, это настолько уже, вот, ну, нереалистично, мне кажется. Потому что, ну, каждый человек, он... Ну, вот интересно, можно ли привести какие-то примеры политиков, которые скорее бы ассоциировались у нас с философией Юрии? Такие прагматики, которые основаны на том, чтобы даже не говорить правду, а скорее ее искать, а не вещать с высокой трибуной. Ну, вы знаете, если, так, на вскрытку, я назову, пожалуй, одну из наименее популярных в народе фигур, это Михаил Крымачев. Человек, который спровоцировал вот этот поиск, попросил лозунг «Перестройка, демократия, гласность». Что он сделал? Да он просто впервые за несколько сотен лет выпустил наружу свободу. Но нечто подобное Александр Второй еще сделал, когда отменил крепостное право на манифест на 19 февраля. Михаил Крымачев из таких крупных политиков. А в принципе, этот процесс идет постоянно, и, конечно, большинство политиков, насколько в мой горизонт они попадают, это люди, с которыми, честно говоря, как философ, я не думаю, что было бы интересно о чем-то говорить. Они слишком предсказуемо реализуют вот ту историю власти, которую вот Олтер Литман написал. Они слишком далеко уже зашли вот в этом истории создания демократического кино. С другой стороны, вот реализацию того, о чем Юй говорит, такой живой дискуссионный полис, без сомнения. Ну, возьмите вот такое мощное, тоже неоднозначное, но очень интересное, красивое движение, как 1969 год. Америка, Волсток, Париж, Парашка весна. Ну, вообще, вот это студенческое, преподавательское движение за освобождение от, в частности, очень много акцентов было, освобождение от ценностей потребления, от ценностей капитализма. Ну, считай, восьмой, шестой, 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 девятой, Парижа, шестой, девятой, был в основном. Ну, да, есть активные социальные примеры. А с другой стороны, все-таки, возможно, какой-то, ну, позитивный импульс следование этой концепции. Ну, вот мы с вами сегодня собрались, говорим об этом, задаем вопросы, у нас гораздо больше вопросов, чем ответов. Вот пример, мне кажется. Роман Валентинович, а вот я там не искушен к политологии, а вам известны случаи, когда поправки в Конституции в других государствах в другое время принимали бы пакетов? Вы знаете, это скорее вопрос к историку-политологу. Я антрополог в большей степени. Меня интересуют совсем уж стратегии. Есть очевидный пример, когда поправки Конституции принимали из пакетов, это били о правах. Да, да, да. Причем тоже довольно интересно. Один из высочайших моральных авторитетов того времени Томас Джекерсон, создатель били о правах, который черным по белому написал, что святый человек рождается свободным. Не отпустил ни одного раба на свободу из своего поместья. Был известным южанином-рабовладельцем. Не знаю, сколько там, десятков или сотен декров у него было во служении. Не стоит ждать от человека каких-то идеальных проявлений. Вот мне очень нравится, на чем мы с вами завершили, что дискуссия, дебаты разговор, не обязательно спор, просто разговор с неким неизвестным окончанием. Вот это способ для того, чтобы нам не замыкаться в собственном как совершенстве, так и несовершенстве. Ну, в общем, процесс такой. И вот, возвращаясь к тому, с чего начал, в цитате из хайпермасса кажется, что человеческая рациональность имеет социальные основы. То есть, человеческая способность размышлять базируется на нашей способности общаться друг с другом. Спасибо вам за внимание. Будем продолжать. Счастливо. Спасибо. Спасибо.